Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. На прилавках магазинов появились луковичные и корневищные цветы. Это признак того, что на пороге весна. С чем вас и поздравляю. Я уже кое-что подкупила из этих цветов. Привета из Голландии. Для того, чтобы подарить вот эти вот цветочки моим приятельницам. Здесь в Ширяеве живут мои одноклассницы. Они уже на пенсии у всех полисадники, все любят цветы. Вот вместо букета срезанных цветов, который стоит от силы неделю, решила на долгую память подарить луковицы цветов. Теперь встает вопрос, как их сохранить до того момента, как будем высаживать их на клумбу. А это зависит от того, в каком они состоянии находятся. Ведь некоторые из них уже, увы, проросли на прилавках магазинов. Там очень тепло. Вот, например, это лилия. Видите, уже появились ростки. Обеззараживаем ее. Либо в препарате Максим, либо вот Экогель очень хорошо работает. Либо просто на худой конец в марганцовке всем известной. И после этого производим посадку. Вот в такие кашков. Можно даже поменьше под лилию взять. На литр полтора. Во что посадить? Лучший результат дает вот уже по тем сеянцам, которые у меня, посмотрите, на подоконниках стоят. Лучший результат в этом году дает сапрогрунт. Он уже готовый. Его можно земле не мешать. Вот я его насыпала в такое кашпо. И посажу сюда лилии. А вот у гладиолусов луковки молодцы. Еще спят. Пусть поспят до 20-го примерно марта. После этого их достанем, очистим от этих чешуек. И положим будить в светлое место, на подоконник. Пора пробуждаться. И как только они дадут ростки, тоже можно посадить их в горшок для более раннего цветения. Или уже в открытый грунт в начале мая. Если луковицы, вот как у этого гладиолуса, еще спят, молодцы, то продолжаем до 20-го где-то марта хранить их в прохладном месте. Допустим, в холодильнике, в том отсеке, где вы храните овощи. Если они уже тронулись в рост, тогда поступайте точно так же, как я вам говорила, с лилиями. Вот с этими. Очищайте. Обязательно их держите в протравителе. И после этого высаживайте в горшок. Пусть себя растет в горшке. Когда угроза заморозков минует, высадите в открытый грунт. В таком случае они будут свистеть у вас уже на месяц раньше, то есть в июне. Обращаю ваше внимание на то разнообразие новинок, которые появляются сейчас в магазинах среди луковичных и корневищных цветов. Уж казалось бы, столько расцветок дельфиниумов. Нет, вот еще появились алые. Широкий, невысокий куст, но так много соцветий пышных. Конечно, для того, чтобы так хорошо цвели все луковичные, нужно хорошее удобрение. И еще раз напоминаю, и лук, и чеснок, и все цветы семейства луковичных любят щелочную почву. Поэтому золу подсыпайте. Если нет золы, то специализированные удобрения есть. Для луковичных разработаны, где находится много углекислого кальция, которые гасят кислоту, но не терпят они кислых почв. В луночку при посадке кладите, пожалуйста, удобрение с большим содержанием фосфора и калия. Для цветущих растений это очень важно. Стимуляторы роста для овощей применяйте очень аккуратно. И только три раза за сезон при замачивании семян, в фазе четырех листьев и в период ботанизации цветения, то для цветов просто рекомендую еженедельное опрыскивание вечером после захода солнца всех видов цветов стимуляторами роста. Такое будет пышное цветение! Вы, наверное, видели, какие роскошные цветы приходят в садовый центр Квери Викторовны Глуховой. Эту подкачку делают голландцы им. Вот и вы это делаете. Стимуляторов-то сейчас десятки видов. И замечательные. И альбит, и нарцисс, и эпины, и цирконы. И расход-то какой у них маленький? Буквально одна-две капли на литр воды и достаточно. А какой японский виталайзер? HB-101. Я его уже использовала на пеларгоне. Еженедельно вот его добавляла в раствор гумата калия. Ну, изумительные были шапки цветов и пеларгоне. Недорогие эти препараты стимулятора роста. А какое пышное цветение порадует вас в ваших цветниках. В каждую лунку можно положить под все эти цветы, они все это любят, органику. Но какую? Ни в коем случае не навоз. И даже перегной сомнительного происхождения я бы не рекомендовала. А вот по горсти сапропеля или биогумуса нет вопросов. Будут шикарные цветы с крупными цветоносами. Мощные! Это все я раздарю своим приятельницам. У меня четыре женщины. Это все для них. А бегонию оставлю себе. Посмотрите, какая новинка. Я обожаю бегонии. Мини-клумбы бегонии всегда есть на моем газоне. Вот посмотрите, даже в виде декоративной тележки. И бегонии могут расти не только на клумбе, но и в таком вот кашпо все лето. Потом в этом же кашпо их постричь и занести в помещение, где температура воздуха плюс 5 градусов. И я теперь эти дорогие цветы могу сохранить и зимой. И обращаю ваше внимание, вот не все знают, что у бегонии есть еще и женские цветки. Я тоже раньше этого не знала. И если их не обрывать, они такие агрессоры, они мужчин вот с этой красивой махровой формы цветков выгоняют с куста. И полностью будут только они одни. Как их отличить от мужских красивых цветков? Они не махровые, невзрачные, простые. Сразу их удалять из кустов. Это я оставлю себе. У бегонии, что еще нужно про них знать? У них вот такие луковицы. Они, видите, выпукло, вогнутые. И сажать их надо вот так вот. И будьте осторожны при поливе. Попадется до влаги, и они начнут гнить. Поэтому при их посадке поливайте потом бегонии. И все лето только по краю кашпо, только вокруг куста. Не надо им в центр лить воду. Загниют. Что еще хочу сказать про бегонии? Если луковицы вот такие очень крупные, то разрежьте пополам. И получите вместо одного куста уже два. Но после того, как разрежьте, пусть полежит, подсохнет срез. И можно его еще и угольком припорошить. А можно смазать. Например, зеленкой. Желаю вам красивого сада! Компания из парка и магазины Коробейник предлагают качественный посадочный материал. Лук-севок российской и голландской селекции. Картофель семенной, эксклюзивный сорт гала. Лук вид цветов из Голландии более 270 сортов. Наличие редкие виды. Мыльнянка, таволга, манжетка. И все необходимые для дачи и огорода. Здравствуйте, друзья! Уже через неделю мы начнем сеять перцы. Давайте еще раз проверим, все ли для этого у нас есть. Начнем с семян. Если вы еще не закупили их, то прислушайтесь к нашим советам. Начну с самых популярных, которые дачники выращивают на протяжении многих лет. Это сорта ласточка и колобок. Чем чаще обрываете плоды с ласточки, тем больше их завязывается вновь. Колобок лучший сорт для фаршировки, так как благодаря своей форме из него не вываливается фарш во время приготовления блюда. Перцы «Богатырь» и «Марта» более крупные, с толстой стенкой, превосходного вкуса и аромата. Оба сорта неприхотливы и хорошо завязывают плоды в неблагоприятных погодных условиях. Тем дачникам, которые собираются получать ранее урожай перцев, надо посеять их пораньше, уже в начале марта. Причем надо выбрать сорта, способные закладывать плоды при пониженных температурах. Это сорта «Морозка» и «Сибирский князь». Если в июне будет прохладно, они выручат. Если вы наметили вырастить одну небольшую грядку перцев, то стоит купить пакетик смеси семян плодов всевозможных цветов красных, желтых, оранжевых и фиолетовых. И глазу приятно, и салаты из таких перчиков эффектнее смотрятся. Перец «Калифорнийское чудо» один из самых вкусных и сочных. В рекламе не нуждается. Его давно и охотно выращивают все дачники. Рекордсмен по толщине стенки гибрид Стэнли с крупными кубовидными плодами. В биологической спелости будет красным. Не торопитесь обрывать его плоды, пусть поспеет на кусту, тогда вы сможете оценить его вкусовые качества по достоинству. И гибрид Стэнли, и гибрид Рубик устойчивы к комплексу заболеваний, имеют высокую урожайность, особенно при выращивании в теплицах или в тоннельных парниках. Конечно, нужно выращивать и острые перцы, которые будут нужны и для заправки вторых блюд, и для маринования овощей. А теперь поговорим о том, во что можно сеять семена. Можно посеять вот в такие торфотаблетки, а затем рассаду пересадить вот в такую М-рассадницу, рассада в которой не болеет и лучше развивается. Качество рассады во многом зависит от того, в какой грунт вы сажаете. Есть у нас готовые грунты, которые не нужно мешать ни с чем, а сразу сеять в них семена. Это сопрогрунт и торфонавозный. Можно смешать землю с кокосовым субстратом. И обязательно внесите боксип Э для беззараживания земли. Многим дачникам понравится вариант смеси земли с биогумусом. Выбирайте любой вариант, каждый хорош. Для подкормки рассады я предлагаю использовать вытяжку из конского навоза в удобрении серии дачник. Для замачивания семян я предлагаю микробиологический препарат Восток М1 и HB101. Чтобы защитить рассаду от черной ножки, подсыпьте под растение М-порошок или М-гранулы. Дачники оценили сибирские бактерии Боксип и препарат Восток М1. В препарате Бактофит работает сенная палочка, которая очищает почву от вредоносных грибков черной ножки. Рассада перцев иногда поражается тлей. Как от нее избавиться? Не используйте яда третья категория опасности, потому что рассада находится в жилом помещении. Разрешается использовать препараты фитоверм или окарин для борьбы с вредителями. Дома также можно обработать препаратом дачник. Эти препараты будете использовать и летом от всех видов вредителей. Перцы теплолюбивая культура, поэтому лучше всего выращивать их под укрывным материалом номер 17. Обращаю ваше внимание, что этот агротекс имеет повышенную прочность, поэтому прослужит дольше. После 1 марта луна снова начнет расти и можно будет сеять не только перцы, баклажаны и томаты, но и цветы. Петуни, анютины глазки, газани, лабели, дельфиниумы, люпины и многие десятки других видов цветов. Много новинок из профессиональной линии США. У нас уже есть лук-сивок и картофель. Ленты капельного полива производства Франции, которые равномерно смачивают всю поверхность грядки. Приходите к нам в центр. Кстати, мужчины, мы можем подобрать хороший подарок для женщин к 8 марта. До свидания, до встречи через неделю. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Телефоны для справок 9 545 165 2 252 305. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону. В Самаре 972 70 95 и 925 84 33. В Тольятти 679 0 94. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему комнатных растений, именно крупномерных растений для интерьера. Сейчас я хочу выбрать для своей подруги, у нее в загородном доме растет драцена. Я сейчас возьму именно вот одно только растение, потому что два у нее есть уже яруса, посадим в одно кашпо, и получится красивая композиция. Прекрасно переносит полутень, очень устойчивые растения, минимальные, требуют ухода, тем более, если мы подберем сейчас для этого растения кашпо-личузу. И еще, знаете, дома у меня в одном месте третье растение плохо себя чувствует. Я посмотрела фикусали, снова у нее растет. Из всех растений, которые 7 лет растут в моем доме, на лейных лучше всего себя чувствуют, и вот эти драцены. Так как у меня есть зеленая драцена массажена, я возьму другую драцену. Наверное, даже возьму драцену маргинатус. И еще я хочу взять сенсивьеру. Оно у меня стоит в спальне, хочу добавить сенсивьера. Сенсивьера. Очень неприхотливые растения, самые теневыносливые, но является самым лучшим очистителем воздуха в квартире. То есть я хочу его поставить в спальне. Когда я сплю, пусть растение подпитывает мой организм кислородом. Дома я все растения посадила именно в личузу. Великолепно себя чувствует. Они совершенно не меняют цвет. Качество кашпо сохраняется. У моей подруги дома в таком красном цвете сделана кухня-гостиная. То есть я возьму для нее вот два вот таких вот красных кашпо. Это личуза. Мы много раз говорили о преимуществе этого кашпо. Растения не зальешь и не пересушишь. Только за счет системы дозированного полива растений. Очень удобно. Особенно тем, кто постоянно уезжает в командировки, как я, я сейчас поливаю растения два раза в месяц. Я смотрю, вот здесь вот как поплавок поднимается, когда полностью опускается. Еще раз наливаю воду и спокойно уезжаю, зная, что мои растения не остались без внимания. Мы выбрали это на восьмую просеку красного цвета. А здесь мне нужно в квартире поменять растения. У них серого цвета, то есть должно быть серого цвета кашпо. Значит, нужно пересадить арокарию и нужно пересадить фикус. Вот темно-серый мы возьмем, так как у нее все остальные растения тоже в лечузе стоят. И, конечно, человек, когда привыкает к хорошему, уже не хочется выбирать другой кашпо. Но, если у вас много других керамических, пластиковых кашпо, у нас есть выход и помощь для ваших растений. Именно самарские производители придумали сейчас новинку вот такую вставочку в кашпо, которая подходит для любого кашпо. Сейчас у нас два размера, но они обещали, что диаметр вот этих вставок будет разнообразнее. То есть они будут разные. Сейчас можно купить и использовать для любого кашпо. Растения подобрали, выбрали кашпо, можно керамику, используя именно вот эти вот вставочки. или же покупаем литюзу, кто может себе позволить. И обязательно выбираем хороший почвогрунт для растений. Возьмем почвогрунт для папоротников, потому что папоротник тоже надо пересадить. Для фикусов обязательно возьмем почвогрунт для фикусов, цветочное счастье. Для всех комнатный вот этот цветочный грунт, хороший почвогрунт. И по составу я чувствую, для драцен мы возьмем вот этот почвогрунт. И первые три недели после пересадки комнатные растения не подкармливаем, потому что достаточно питательных веществ. И корневая система еще только начинает работать. И первые три недели не подкармливаем, а потом уже начинаем подкармливать. И тогда ваши цветы будут приносить вам радость и красоту. Ведь только живые растения придадут уют и комфорт вашему дому. Магазины цветы садового центра Веры Глуховой в Самаре и Тольятти предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними, кашпо, семена овощных и цветочных культур, удобрения, почвогрунты, инвентарь. Телефон для справок 3310606. 3310606. У меня уже немножко рассады на подоконниках появилось. И овощных культур, а не только цветочных. Я не хотела сажать в феврале, помните? И вас уговаривала это не делать. Но получилось так, что я вот эти вот сорта стала пробовать на схожесть. Как я теперь проращиваю семена? Ушла я от тряпочек. Лучше прорастают, оказывается, вот в этом сапропеле. Изумительные результаты. Вот насыпала на дно баночки из-под сметаны всего один сантиметр цапрогрунта или цапропеля. Посеяла сюда 6 семечек перчика. И посмотрите, как он взошел моментально. И все одинаковые растения. И мне их стало жалко выбрасывать. Таких баночек у меня много. Вот это восьмой номер. Перец Юпитер. Так, это голландские гибриды. А вот здесь у меня еще лучше результаты дали. Это израильские. Первый раз их опробовала. Замечательные результаты. Уложились по всем параметрам на семена первой категории качества. Так и должно быть, раз мы за них большие деньги платим. Так, и вот теперь пришел момент. Как только мы видим, что они прижились, и у них пошел настоящий листик. Их подкармливает чем? Мы их в хорошую почву посадили. Там уже много всего насыпали. Не торопитесь снова давать химию, обжигать корни. Не терпят юные проростки сильного засоления. Повремените с этим. А лучше мягкую органику. Беру снеговую воду, нагреваю ее. До температуры где-то 30 градусов. Немножко востока М1 микробов добавляю. И вот теперь я беру биогумус, стакан, на ведро. Кладу, размешиваю и оставляю на сутки. Иногда помешиваю. И получается замечательно заваренный, как будто у нас вот чай. Вот такого цвета. По бутылкам разливаю, ставлю на батарею. И вот таким тепленьким растворчиком уже и поливаю свои растения. Как же им не расти после этого? Ведь тут все биостимуляторы есть. И иммуномодуляторы подкачать иммунную систему. И ферменты есть. И антибиотики для того, чтобы защитить растения от болезней, от всяких черных ножек. И тем не менее, обаивайтесь ее, величество черной ножки. Поливайте растения только по периметру горшочка. И чуть-чуть все меня спрашивают, сколько надо поливать. Да откуда я знаю, какой у вас грунт, какой он до этого был. Посмотрите, столовая ложка, пока маленькое растение. По периметру на листья не надо попадать. Будете поливать по листу, растения могут заболеть. Приучайте себя и в рассадный период. И когда будете работать на грядках, приучайте себя поливать аккуратно, не попадая на листья. Иначе растения заболеют. Многие дачники спрашивают, что сажаете? Не знаем. Вот какое неуважение к растениям. Себя помнят, как зовут. А растения, они живые, они все понимают. У них у всех должны быть паспорта. С ними надо разговаривать ласково. Как себя чувствуют. Я всегда говорю, с днем рождения, когда они из земли выбираются. И это только небольшая проба. Вот небольшое количество растений февральского посева, которые, я надеюсь, уже в первом июне дадут плоды. В теплице буду высаживать эти растения. Но основной посев, как и вы, я буду вести 10 марта. В этом году буду испытывать 18 новых сортов. Так и перцы. А вот перцы я сменила полностью состав. Все новое будет. Много израильских и голландских для теплицы. А в открытый грунт, на всякий случай, посею свою любимую ласточку. Старый сорт. Он-то выручит в любую погоду. И в прохладное, и в жаркое лето. На сегодня все. До встречи через неделю на канале Губерния. Редактор субтитров А.Семкин